Май 2013 года. На подходе праздники в квартиру пенсионеров позвонил вот этот мужчина и представился сотрудником пенсионного фонда. В честь Дня Победы предложил семейной паре расписаться за прибавку к пенсии и получить ее на месте, но со сдачей. Вместо денег мошенник вручил пенсионерам пятитысячную купюру банка приколов. Получив сдачу, прихватил из квартиры ноутбук и скрылся. Чуть позже его задержали, но так везет не всегда. Зачастую пенсионеры просто не помнят лица обидчика. Специалисты советуют быть бдительнее. Если мы говорим про выплаты к празднику Победы, то у нас в области осуществляется только одна выплата к этому празднику. Это единовременная выплата тысячи рублей. Эта выплата, она осуществляется в безналичном порядке. То есть никакой социальный работник и представитель социальной службы к бабушке, к дедушке домой не приходит. Министерство перечисляет эту выплату либо на счет пожилого человека, либо перечисляется на почту. Только за несколько месяцев этого года жертвами мошенников в Самаре стали 17 человек. Раскусить злоумышленников удалось лишь двоим. В итоге потерпевшие лишились от полутора до трехсот тысяч рублей. С каждым годом для стариков, как это не печально, преступники придумывают все больше новых ловушек. Встречают на улице в основном и говорят, мы от вашего родственника, то есть входят в доведительные отношения и говорят, что они им должны денег. Ну там сумма менее чем пять тысяч. Говорят, давайте мы вам пять тысяч отдадим, а вы нам сдачу дадите. То есть человек приводит их домой, даются деньги. Полицейские советуют, если у вас возникли сомнения, не поленитесь перед тем, как открыть дверь. Позвоните родственникам и в организацию, откуда якобы пришел незваный гость. Если информация подтвердится, попросите его предъявить удостоверение. А если собрались в банк за пенсии, особенно за крупные суммы денег, опять же попросите о помощи родственников. Преступники не брезгуют даже самыми гнусными методами, вплоть до рукоприкладства. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События.